В Австралии семейная пара купила военный корабль. Австралийцы планируют использовать свой корабль для прекращения утечки топлива с судов, затонувших в южной части Тихого океана во время Второй мировой войны. В Австралии семейная пара Пол и Вильма и Адамс купили через интернет бывший боевой корабль флота Новой Зеландии Мэн и Венуэ для реализации экологического проекта по очистке вод Тихого океана от утечки топлива с затонувших кораблей. Об этом сообщает АВС во вторник, 11 сентября. «Однажды мы ныряли к одному из затонувших кораблей и увидели, как из него вытекает мазут, поднимается и расплывается огромным пятном на поверхности. Так проходит и с другими кораблями. Ничего не делается для решения проблемы, поэтому мы решили действовать сами», — рассказал Пол Адамс. Они долго искали пригодное для такой миссии судно и наконец натолкнулись на снятый с эксплуатации корабль Королевского военно-морского флота Новой Зеландии Мэн и Венуэ, который предназначался для водолазных операций в открытом море. Корабль оборудован декомпрессионной камерой, куполообразным колоколом для глубокого погружения и 15-тонным краном для подъема тяжелых объектов из-за борта. Пара заплатила за судно несколько сотен тысяч долларов и перевезла его через Тасманов пролив в австралийский Ньюкасу, где они проживают. Адамсы планируют использовать свой корабль для прекращения утечки топлива с преимущественно японских судов, затонувших в южной части Тихого океана во время Второй мировой войны. Со времени первого посещения лагуны Чоук в Микронезии, где ВМС США в 1944 году опустили на дно десятки японских кораблей во время операции «Хиллстон», Семья Адамсов впервые поняла масштабы возможной экологической катастрофы. В Тихом океане у нас бомба замедленного действия. Там около 3000 затонувших кораблей. 300 из них были нефтяными танкерами, они на дне океана, и они начинают течь, говорит Пол Адамс. Корпуса кораблей, которые лежат на дне, разрушаются в результате коррозии и мазут начинает вытекать. Пара планирует предотвращать утечку нефти путем катодной защиты металлических корпусов от коррозии. Ранее сообщалось, что в США запустили систему для сбора пластика в океане «Систем 001» представляет собой плавающий барьер длинной около 600 метров, который естественным путем принимает е-образную форму и уходит под воду на 2-7 метра. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPST Micrespondent.net по материалам сайта Ньюсгроком.